ДИАЛОГ 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 К сожалению, не обошлось без ДТП в этот день, оно произошло гораздо позже. На дворовой территории первопроходцев, как раз учащийся четвертого класса, выбежал из-за стоящего транспорта и набежал на проходящую автомашину. Получил незначительные интересные повреждения, ушибы, но тем не менее 2 сентября все-таки одно ДТП с участием у нас несовершеннолетних было зафиксировано. Но в конце мая-начале июня немножко, наверное, вздохнули посвободнее, потому что все-таки большинство детей выехали за пределы города, в другие регионы страны, за рубеж или на те же дачи переехали. Сейчас дети возвращаются. Как-то меняется работа ЕБД, инспекторов и на что должны акцентировать внимание родители при беседе с детьми? Безусловно, конечно, методы и стили работы меняются, потому что май и июнь месяц мы больше профилактических мероприятий проводили предостерегающих детей на период летних каникул, чтобы они в том числе оставались бдительными и продолжали соблюдать правила дорожного движения, несмотря на то, что они находятся за пределами города. Сейчас все мероприятия нацелены, безусловно, на адаптацию детей в условиях городского цикла движения транспорта и их как участников дорожного движения в качестве пешеходов. Большую часть времени, конечно, мы посвящаем это, безусловно, первоклассникам, безусловно, начальным классам и уже потом более старшие классы, как бы поднимаемся до 10-11 классов. Мероприятия проводим, наверное, в первую очередь и в основном это с адаптацией на улицах и дорогах, то есть у нас первоклассники попадают в школу, учителя их знакомят с паспортами безопасности в школе, это безопасный маршрут дом-школа-школа-дом. И, соответственно, мы проводим практические занятия с выходом к наиболее интенсивным пешеходным переходам, так сказать, знакомим воочию их, это принимает участие учитель, где-то инспектор ГИБДД. Ну, в основном используем наших помощников, это юные инспектора дорожного движения, которые вместе с первоклассниками, вместе с учениками начальных классов выходят на место и объясняют, как правильно переходить проезжую часть, на что обращать внимание и как в дальнейшем следовать по всему пути, от школы домой и обратно. Два вопроса. Во-первых, сколько детей удается охватить вот этими профилактическими мероприятиями, как это происходит, да, это классные часы? Да, первоклассников все 100%, это однозначно. Это классные часы проходят с участием инспекторов? Да, то есть запланировано время с участием в том числе инспектора, где инспектора нет, то проводят учитель и юные инспектора дорожного движения. То есть это комплекс мероприятий, где принимают, то есть не может там учитель один выходить и рассказывать, что как правильно переходить. То есть обязательно либо присутствие нашего инспектора, либо юные инспекторы дорожного движения. Характер работы. Это просто классный час. Это выход, как вы уже сказали, к пешеходным переходам. Это занятие в автогородках. Наверное, само название этого урока или классного часа, я не столь думаю, важно. Столь важно, как это практически все пройдет. То есть выход на место, чтобы именно первоклассник понял, как ему правильно переходить в проезжую часть. Потому что мы все понимаем, что основная опасность его подстерегает именно во взаимодействии с транспортом. То есть не тогда, когда он идет по дворовой территории, по тротуарам, а именно когда переходит в проезжую часть. Поэтому основной акцент делаем именно на это. В автогородках занимаетесь? В автогородках, да, пока у нас позволят погодные условия, безусловно, будем продолжать заниматься в автогородках, которые у нас имеются на территории города. В первую очередь, опять же, это будет у нас начальный класс, изучать знаки дорожного движения, изучать движения их как пешеходов по тем макетам, которые там есть. В полном объеме автогородок у нас, наверное, к нашему счастью, он не простаивает в те временные пороги, которые он позволяет себя использовать под открытым небом. То есть практически все часы у нас расписаны. Считали ли, сколько за весь год удается охватить детей, да, у нас там несколько десятков тысяч школьников? Сколько... В автогородке у нас, наверное, за протяжение, как начиная весенне-летнего и там начало осеннего периода, там свыше, наверное, сколько, пяти тысяч там, это точно проходит участников, иногда там плюс-минус больше. Потому что, ну, автогородок, он, я не знаю, наверное, так сказать, он уже не успевает охватывать те объемы учащихся, которые есть. То есть, можно сказать смело, что нам не хватает таких именно автогородков, которые у нас есть с макетами. Наверное, с учетом нашего расположения географического, то в идеале, конечно, нам нужен круглогодичный городок, который будет находиться там в закрытом помещении и будет позволять круглогодично использовать все эти макеты, обстановки, макеты знаков и улицы дорог, которые у нас имеются, чтобы школьники в полном объеме могли это изучить. Если говорить обо всех профилактических мероприятиях, которые вы проводите с детьми, можно ли сказать, что каждый школьник раз в год так или иначе встречается с инспектором, либо слышит о правилах дорожного движения? Ну, смотрите, у нас за каждым учебным учреждением закреплен сотрудник ГИБДД. То есть, нет такого учебного учреждения в городе Сургуте, где у нас отсутствуют инспекторы. То есть, периодичность посещения инспектора ГИБДД своего учебного закрепленного учреждения, это, ну, как минимум раз в месяц. Что из себя представляют эти занятия? То есть, опять же, безусловно, это начальные классы, потому что мы все понимаем, что в первую очередь работа должна происходить с ними. Начальные классы, потом уже переходим к средним классам и далее охватываем уже родительские собрания. То есть, стараемся все-таки максимально собрать родителей. И помимо того, что беседуем с детьми, часть работы проводим с родителями, собираем, либо это, опять же, комплексно начальные классы, средние классы. То есть, если мы будем, допустим, ну, условно говоря, там, первый раз соберем, да, и проведем родительское собрание, наверное, не совсем оно будет эффективно. То есть, собираем первые классы, там, четвертые, пятые, шестые и проводим уже собрания. Безусловно, раз, либо два раза в год проводим общегородские родительские собрания, на которых присутствует максимальное количество родителей, максимальное количество педагогов. И там также принимаем участие и доводим статистику, доводим причины ДТП и что бы мы хотели увидеть, услышать от педагогов. И, соответственно, выслушиваем вопросы, которые есть к нам, наболевшие какие-то проблемы, в том числе, касающиеся организации движения около школ, безопасности и участия детей в дорожно-транспортных происшествиях. На что родителям сделать акцент при общении с детьми, касающиеся перехода проезжей части, ну, или вообще, как вести себя во дворах, на дорогах, соблюдать право дорожного движения? На чем сделать акцент? Наверное, сейчас, если актуализировать несколько вопросов, то наиболее актуальное, наверное, это у нас нахождение детей-пешеходов в жилых микрорайонах, поведение в дворовой территории и передвижение на велосипедах и самокатах по городу. То есть это, наверное, такие две самые актуальные темы, на которые мы стараемся родителям уделить внимание этому вопросу, объяснить, что у нас жилые микрорайоны достаточно насыщенные количеством транспорта, который стоит. И, как правило, ребенок, переходя, перебегая проезжую часть, не всегда правильно оценивает обстановку. То есть при ограничении видимости он не всегда может безопасно пересечь дворовый проезд и, как правило, не видит приближающийся транспорт. Ну и вторая тема, как я сказал, это, к сожалению, у нас не все правильно понимают, двигаясь на самокате или в велосипеде, как пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Несмотря на то, что мы, наверное, не один раз в году посвящаем этому вопросу, как бы, внимание уделяем и посвящаем в том числе какие-то мероприятия, но, тем не менее, вопрос остается актуальным. И мы родителям прям постоянно об этом говорим, чтобы они до своих детей доводили именно вот эти проблемы. Есть ли рекомендация от ГИБДД, вот до скольки лет ребенка можно и нужно сопровождать от дома до школы? Да вы знаете, наверное, таких прям возрастных цензов нет, что прям давайте там до 7 лет и все, и на этом хватит. Она зависит индивидуально от каждого ребенка и, наверное, прежде всего от родителей, когда они сами начнут понимать, что ребенок ориентируется прежде всего, правильно воспринимает обстановку дорожную, то есть туда, куда он подходит к проезжей части, он правильно сможет сориентироваться, убедиться, что транспорт отсутствует. Даже когда переходит по проезжей части по нерегулированным пешеходным переходам, он продолжает смотреть и направо, и налево, и до конца, пока не перейдет, он не чувствует себя в безопасности. Поэтому здесь сложно сказать, то есть есть у нас, условно возьмем, 12-летний, который попадает в ДТП, который бесшабашно переходил проезжую часть и попал под колеса автомобиля, а есть, допустим, 7-8-летние школьники, которые, наверное, по грамоте правил дорожного движения и по правилам знают намного больше, чем старшеклассники. Поэтому здесь сложно сказать. Я так думаю, здесь каждый родитель должен уже оценивать обстановку, именно исходя из того, как он с ребенком ходит, и он визуально понимает, что ребенок уже адаптировался и может безопасно передвигаться в школу и обратно. Но первый класс-то, наверное, все равно надо было в любом случае, да? Это безусловно, да. Первый класс мы даже здесь не берем, да, это однозначно. То есть первоклассники, я так думаю, что для них первый учебный год это должен под прямым присмотром родителей происходить, либо они его подвозят к школе на своем транспорте, либо сопровождают, там, неважно, кто папа, мама, бабушка, дедушка, но близкие родственники должны быть обязательно. Давайте объясним, почему мы столь подробно остановились на этой теме, познакомимся со статистическими данными, да, вот аварийность с участием детей. Давайте начнем с придомовых территорий. Вот на примере, который вы привели 2 сентября, ребенок играл, бежал, попал под машину. Ну, если брать из статистики, то у нас каждая четвертая ДТП с участием детей пешеходов, она происходит во дворе. То есть с начала года у нас таких было 10 ДТП в жилых микрорайонах. Везде практически, в 100% случаев, это банальный выход из-за стоящего транспортного средства. То есть когда ребенок, даже были ситуации, когда, условно, возьмем, дверь подъезда открывалась, и ребенок, выбегая, бежит напрямую к детской площадке. Несмотря по сторонам, соответственно, попадает под колеса транспортного средства. Только благодаря тому, что, допустим, во дворах, во-первых, водители снижают скорость, мы знаем, что правилам дорожного движения разрешено не более 20 км в час. Ну, и быстрее там ездить невозможно просто. Да, управляющая компания у нас все-таки подходит достаточно, наверное, щепетильно к этому вопросу и устанавливает барьеры принудительного снижения скорости. Поэтому дети во дворах, наверное, получают незначительные телесные повреждения. Но, тем не менее, они есть. И здесь только, я говорю, вопрос в родителях, что, как то, что мы ранее обговаривали, здесь именно поведение ребенка, выход из дома и до того игрового места, куда он идет, детская площадка, там, либо друзья его ждут. То есть, основное, вот из 10 этих дорожно-транспортных происшествий, все именно были вот такого рода дорожно-транспортные. Два вопроса. Насколько тяжелые травмы получали дети или это вот такие вот касательные больше? И кто виноват в таких авариях вот по правам дорожного движения? Ну, как правило, я уже сказал, отчасти происходит ДТП. Когда происходит, ребенок получает ушибленные раны ног, рук, конечности. Ну, падают, просто говоря, да? Когда травмы, падение с велосипеда, то же самое практически получается. Ушибы, очень редко переломы каких-то конечностей, там, кисти, рук, ног. Наверное, только, опять же, благодаря тому, что вот не успевает, да, разогнаться и транспортное средство, и сам ребенок. Таких, как бы, тяжелых последствий я не помню, чтобы ДТП у нас были. Кто виноват в таких авариях? Виноват по правам дорожного движения, да, если неожиданный выход из-за стоящего транспорта, однозначно будет виноват пешеход. Потому что, если мы установим вину водителя, то есть там, где открытая местность, то есть мы понимаем, что это у нас движение в живых зонах, дворах и микрорайонах, то есть у нас преимуществом пользуется пешеход. Это однозначно, правилами дорожного движения это предусмотрено. Но когда, как мы говорим, неожиданный выход из-за транспортного средства, то здесь, безусловно, будет вина самого пешехода. Если брать всю статистику, да, сколько детей у нас пострадало в авариях вот за 8 месяцев этого года, и каков характер, да, мы проговорили во дворах, да, но есть же еще на пешеходных переходах или просто дети были в машине? Всего у нас, получается, с начала года было 45 дорожно-транспортных происшествий, у нас 47 детей пострадало. Как раз мы, как бы, уже живым микрорайоном, мы делили внимание, одна четвертая часть этих, остальные у нас происходили на проезжей части. Это треть от оставшихся ДТП, это наезд на нерегулированных пешеходных переходах. К сожалению, были случаи, когда у нас сами дети перебегали на запрещающий сигнал светофора по пешеходным переходам. И, кстати, получали при этом достаточно серьезные телесные повреждения, были такие резонансные ДТП у нас. А в остальных случаях дети находились в качестве пассажиров в транспортных средствах, когда их родители перевозили. В большинстве случаев они все находились в креслах, у нас там буквально единичный случай, там 1-2 ДТП, когда ребенок либо не был пристегнут ремнем безопасности, либо не находился в удерживающем устройстве. Все-таки здесь родители, наверное, с большей ответственностью относятся к данному виду перевозки детей. И уже у нас наблюдаем, что дети все-таки находятся под присмотром в транспортном средстве, либо пристегнуты, либо в удерживающих устройствах. Давайте общую статистику посмотрим. За 8 месяцев какова она? Я знаю, что у нас наблюдается рост смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остальные показатели вроде как снижаются. Так ли это? Да, у нас с начала года зарегистрировано 205 учетных дорожно-транспортных происшествий, при которых 12 человек погибло и 267 получили телесные повреждения. То есть если сравнивать с прошлым годом, то у нас на конец месяца было 245 ДТП, 9 погибших и 338 пострадало. То есть по статистике, да, по количеству ДТП, по количеству пострадавших у нас снижение, но, к сожалению, количество погибших мы уже превысили. Все знают, что у нас в начале года был ряд резонансных ДТП, когда пешеходы попадали под колеса транспортных средств. Ну и вот, наверное, как бы от начала года этот толчок в смертности нам дал. И мы его стабилизировали только сейчас к концу года, но уже, тем не менее, превысили показатели прошлого года. Еще одна тема большая. Уезд с места ДТП. Я знаю, что там тоже есть определенные проблемы. Это, видимо, сознательность людей такая, да, что вот ударил, скрылся. И дай бог, чтобы это был такой только вот металл поврежден, да, наверное, есть и ДТП, в которых пострадали люди, а человек уехал с места аварии. Да, у нас, к сожалению, были такие факты. У нас, так называемые, учетные ДТП с начала года, при которых водители скрывались, у нас было таких 15 ДТП. Все они раскрыты у нас, водители установлены и привлечены к ответственности. Здесь от наказания как бы им избежать не удалось. Всего, когда водители у нас уезжали с мест происшествий, у нас более 500 ДТП таких на территории города Сургута за 7 месяцев. К сожалению, не всех мы находим, потому что не всегда удается у очевидцев, у самой потерпевшей стороны установить данные водителя, который скрылся с места происшествия. То есть человек выходит, обнаруживает просто повреждения, соответственно, ни очевидцев, ни свидетелей, ни видеонаблюдения в данном месте не оказывается. Поэтому мы, исходя из своей компетенции, собираем материал, осуществляем всевозможные рискные мероприятия, которые нам позволяют в рамках федерального закона о полиции. И уже в дальнейшем принимаем решения по всем материалам. То есть там, где мы устанавливаем водителей, которые скрылись, к ним, соответственно, применяем санкции определенные. Там, где их нет, то извещаем потерпевшую сторону, что в течение определенного времени нам установить водителя с крыши с места ДТП не удалось. Что делает человек, который вышел из подъезда своего дома и увидел, что его машина разбита? Ну, прежде всего, необходимо сохранить следы и не убирать с места происшествия транспортное средство, которое получило повреждение в результате ДТП. Далее сообщить в ГИБДД и уже действовать по той инструкции, либо по тому алгоритму, который он получит от дежурного по ГИБДД, либо от сотрудника по ГИБДД. То есть ему четко дадут инструкции, как ему действовать правильно на месте ДТП, и в соответствии с ними уже дальше будет происходить оформление данного дорожно-транспортного происшествия. Если есть очевидцы, либо видеонаблюдение в указанном месте, где стоит транспортное средство, и сам потерпевший об этом знает, то, безусловно, есть необходимость ему об этом заявить инспектору ГИБДД, который впоследствии мог это использовать как показание свидетеля, либо видеонаблюдение, которое стоит на месте с целью установления скрывшегося водителя. То есть здесь алгоритм достаточно простой, но его все-таки необходимо соблюдать, потому что не все иногда понимают, что необходимо транспортное средство оставлять на месте. Допустим, уехали, где-то вечером уже сообщают ГИБДД, что он утром обнаружил, а сейчас вот он освободился с работы, решил сообщить ГИБДД. То есть мы как бы теряем связь с местом происшествия, соответственно, с очевидцами. Очень трудно установить потом точное время дорожно-транспортного происшествия и, соответственно, привязаться уже к каким-то другим данным. А вот этому водителю, пострадавшего авто, не грозит ответственность за уезд с места ДТП? Нет, у него будет ответственность за несохранение следов, которые также предусмотрены правилами дорожного движения и статьей 12.27 частью 1. Какова санкция? Тысяча рублей штраф. То есть здесь достаточно незначительная такая санкция. Но уже водитель, который умышленно скрылся с места происшествия, ему санкция грозит достаточно серьезная. По статье 12.27 часть 2. Там уже лишение права управления от года до полутора, либо административный арест до 15 суток. Вот все 15, которые скрылись с места ДТП, которых вы обнаружили по учетным ДТП, они что получили? По-разному. Где-то лишение, где-то в том числе административный арест. То есть у нас, допустим, попадаются водители, которых, ну, мы говорим так, нечего лишать, да, он, либо у него отсутствует длительское удостоверение, либо он уже ранее был лишенный. То есть, соответственно, к ним применяем санкцию под административный арест. Евгений Анатольевич, спасибо, что пришли, ответили на вопрос. Это был Евгений Духовников, заместитель начальника ГИБДД города Сургута. Программа «Диалог» на этом подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До свидания. Продолжение следует...